Итак, господа, Спайк Гейминг в невероятно чудовищно долгой, до 6-го Рошана играли игре, 70 с больше чем 70 минут понадобилось, чтобы пройти в финал, встречаясь с командой Перса Гейминг, и вот, собственно, финал. Вайперы Тайдаса уже отправляют, исключают из драфта капитаны команды, ну и будем ждать, чего же дальше они там исключат. Ну, конечно, 70 минут играть и терпеть так, ну, там была просто игра такая патовая ситуация, вот, вот, наверное, это первый раз, когда бы я сказал, что, возможно, была бы ничья в доте. Одним просто надоело, в общем-то, это терпеть, ждать, и вышли одни, собственно, и проиграли. Ну, для тех, кто не смотрел, может быть, кто там записи смотрит, была игра очень интересная. Один набрали пуш, а вторые набрали, собственно, все, и Медузу, типа, против пуша. И Медуза все-таки зарулила. Медуза все-таки зарулила, но получилось так, что у одной команды была минус сторона и голый трон, голый трон, а у второй команды было минус две стороны и голый трон. И вот одни с Медузой дефили, это, вот, у команды, где была Медуза, у Спайгейминг, у них не было одной стороны, нет, у Спайгейминга не было Медузы, у Спайгейминг был Ликан и там Шадо Шаман и все остальное. Вот, так вот, они пушили, 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 но Медуза отбивала, отбивала, отбивала это все, просто там вообще ничего не могли сделать это Медузе, а Медуза, более того, она вообще смогла там сама в соло убивать пятерых, вот. Единственное, что она не могла выйти с базы, потому что, ну, некому было бы дефить тогда. Вся остальная команда, там еще Бристилбек был, Котел там, Саппорты, короче, ну, в итоге Медузе всегда надоело, она вышла с базы и проиграла. Если бы с базы не выходила, то, конечно, мы бы еще смотрели ту игру, наверное, минут сорок, если не пятьдесят. Но, тем не менее, вернемся мы к этой игре, Брюмастер, первым пиком для Спайгейминг и вот еще добираете туда какого-нибудь Варлока и... И вот, решили показать, как надо с Шедоу Шаманом и Герокоптером играть. Перфект Гейминг, ну, типа сразу же анти-пуш такой, если у вас будет вроде бы пуш, то вот у нас есть и Герокоптер, и тоже свой небольшой подпушер Шедоу Шаман. Ну, ладно, 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 посмотрим. Посмотрим, то еще против Герокоптера зомби-то не возьмешь, который уж очень силен, по моему мнению, в связочке. Виномансер или Кристал Мэйден, ну, думают Спайки, С4 думает, что же все-таки ему набрать. Ну, Брюмастер, как бы, все равно там кого набирать, на Брюмастера можно, ну, на нем можно не зацикливаться. То есть, он сейчас уже, как бы, просто есть, как данность, а он не работает каким-то, типа, связующим звеном, там, между чем-то. Он будет хорош в любой, в принципе, комбинации. Ему главное, там, Брингдаггер, да, да, собственно, агонимно собирать, и тогда будет все прекрасно. Все прекрасно. Ну, что, время дополнительно пошло, думает С4, что же делать? Что же, как же, где же, когда же? И, ну, я бы сказал, что возьми себе саппорта, возьми Медузу. Медуза-то в прошлой игре порулила, порешала. Попробуйте сами с таким кэрри. Тем более, Гирокоптер, Медуза, в какой-то степени, будет контрить Гирокоптера. Тоже, типа, сплэш у него по всем, ну, не сплэш, тоже, типа, по всем стреляет. Ну, по многим, скажем так. Чен, ага. То есть, Инча не зашла, решили, а вот Чен зашел бы. Баншу убирают, Бреста убирают, хорошо. Быстро банят, пикают долго. Ну, Перфекты, они ждали эту игру, там, более двух часов, я так подозреваю, поэтому они там могли уже составить себе план на игру, то есть, уже могли знать, что вообще, что вообще ожидать от этой игры, чего хотите, и как-то прикинуть в голове, ага, Энигма тут, ну, такие, типа. Окей. Даззл. Хорошо, хорошо. Тут, тут, Перфектам бы, знаете, кого-то в сложную, типа, Кентавра взять, или, ага, вот так вот. Тогда это будет масса ульты, смотрите, герокоптер, что, ну, гера-то, получается, саппорт, да, я думал, что керри, а ведь это саппорт, и вводят. Кстати, вот такая обманочка, да, пикаете герокоптера вы, а потом противники, типа, не думают, что герокоптер-то у вас саппорт-то получается. И вы такие, оп, и Вайда там подпикивать себе, ну, допустим, последним пиком, да, ну, тут сейчас не последним, тут третьим, вот с Вайдом надо думать, что же делать. Ну, надо контроль набирать, надо как-то Вайда будет в куполе доставать. И, смотрите, Адума-то сами забанили. Ну, скаймак, вот так вот решили. Ну, да, неплохо. Но все равно нужен какой-то хекс, нужен что-то такое, какие-то станы Леона бы взять. Леон имеет два саппорт, Вичдо... А, ну, видите, что, стратегию с куполом полностью решили исполнить, то есть Вичдоктор туда будет ставить вар в купол, ну, перед куполом. Ну, спайки сейчас поняли, да, в общем-то, чем пахнет. То есть, осталось им как-то от этого отбиться. Уна против Вайда. Окей. Окей. Окей, и... Ну, знаете, можно попробовать поставить брюмастера типа Соло наверх. Скаймага Соло в центр, а Луну с кем-то и с Ченом отправить в триплю сложную. Чен будет воровать крипов из чужого леса и стоять с ними на лайне. А Луна там с кем-то еще будет типа мешать Вайду фармить. Хотя там Луна, Вичдоктор, там Фейслес Войт, Вичдоктор, там еще Шедоу Шаман, то, конечно, это печально. А, или Шаман в центр пойдет, Агира. Не, ну, по идее, Вичдоктор. А, Гира в центр идет, смотри, Шедоу Шаман, Войт и Вичдоктор. А у ее и трогают. А как же тогда теперь будет все? Как-то не ясно. Кто в сложно идет? А можно в сложно вообще никого не отправлять, кстати. Как вариант. Пусть там все фармит луна, или там кто-то пойдет. Нужно дабл мид и трипл бот. Как вам такая стратегия? А линию вообще одну оставлять? О, о как. Слушайте, а вот все-таки эта стратегия может когда-то и выстрелить. Может быть вот что-то такое, типа вы отдаете сторону одну, отправляете триплу сражаться против триплы, одну сторону оставляете, вот просто на фрифарме кого-то, но зато вы пытаетесь выиграть в трипле, и еще и в центре вы тоже выигрываете, контролируете все руны и пушите, пушите, пушите. Ну вот, может быть, может быть. Ну как-то перфекты, конечно, неожиданно так всего поднабрали. У них целая куча керри, и бойты, и герокоптеры, и варлорд. Но единственное, что танка нет. Танковать некому, некому. Ну вот что спайки. Кем вы будете танковать? Ну у них есть брюмастер, понимаете? Брюмастер может себе позволить танковать, причем очень долго. Варлока надо, а, инвокера, ну вот так вот. Ну тогда точно должна быть, вот эта триплата должна быть идти в сложную и сражаться там. Ну или нет, или что, или сложную инвокера поставят. Стива. Но Стив в центр пойдет, потому что он, так понимаю, в прошлой игре играл на центровом герое, ну и должен то же самое делать и в этой. Ну что, в общем-то, быстро напикали, быстро сейчас героев разбирают. Я буду надеяться, что за 10 минут закончат. И мы с вами пойдем смотреть на Интернешнл. Так, окей. Окей, ребятушки. Пошли пики. Пошли пики. И так, команда SG. Татьяна Чен, С4 Луна, Стив на инвокере, Артас, это Скаймаг, и Пап Стайл идет в сложную на Брюмастере. Окей. А тут видите, как получилось-то. Получилось, что Оверкилл сложный на войде. Такой интересный, конечно, войт. Отвратительное, я бы сказал, у него лицо. Просто ужасное. Ну, такие вот они войды. Даркнесс в центре на тролле Варлорде. Ух, как интересно. Ну, и тут типа Гирокоптер с доком. С доком, который на Витч Докторе. И, собственно, мультик Наши Душамани. Ну, друзья мои, тогда Гирокоптер будет фармить. Естественно, он будет фармить. И Гирокоптер Кэрри все-таки получилось. А войт тогда, кто войт, непонятно. Ну, войт тоже Кэрри, но он в оффлейне стоит. Он типа, знаете, как Баунти Хантер, только без Инвиза. То есть у него щиток есть Баунти Хантер, когда сложно вкуливать танго. Там ему, да, Арон Бранч, он покупает себе Фурман Шилл. То есть Фурман Шилл и Арон Бранч на все ману. Ой, на все деньги. И ему там еще какие-то тангусики. Ну, и Баунти там бегает, типа, ковыряет крипов. Но, тут, понимаете, Инвиза-то нету, войт да. Как он будет ковырять крипов? Ну, единственное, что он сейчас хорошо здесь будет останавливать крипов, чтобы встретились они здесь. Чтобы встретились они здесь. И тогда, может быть, как-то вторую... Даже, хорошо, нам второй, третий левел он наберет. Ну, типа, дальше что? Ну, непонятно. Хотя тут, скажем, маг, хотя тут че. Ну, че. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Может быть, еще есть возможность как-то мультику выйти и какие-то здесь варды поставить, чтобы Чен там не, как бы, не... Ну, то есть крипов не фармил в лесу. Забантим все. Спота добивать надо. Да, добил сейчас оверкил. Оверкил, конечно, тут будет получать. Но он, наверное, готов. К этому, видите, сразу же себе таймволк взял. Ну, чтобы, если что, можно было уйти. Ну, а Артас тут, как бы, задача его легкая, понятная. И просто по кулдауну набрасывать вот эти вот свои Аркан-болты. Варкил, кстати, поскольку заледает Аркан-болт, давайте посмотрим. Так, полетел. Что-то не показало. Или нам Дартасом должно показывать дэмэдж? Нет. Это не показывает. Типа, как странно, почему не показывают дэмэдж. Но ясно, должно было показать. Даркнесс, кстати, в центре тоже с щитком. Ну, такая вся команда на щитках завязана. Тут и герокоптеры, так, подозревание. Герокоптер без щитка. Ну, ладно, без щитка, так без щитка. Даркнесс 3 на 4. Инвокер 2 на 11. Инвокер, видите, такой, с колдснепом. Но пока не ясно, какой это инвокер, на самом деле. Потому что еще он не взял себе ничего. Ну, и Луна пушит. Вот это, кстати, плохо. То, что Войт здесь получает опыт все больше и больше. Луна вот уже второго. У него такой же Луна, как у Вайда, на самом деле. Еще, ах, не добьет, да. Сейчас Данай, Товеркилл получил плюшечку. Вот, бэктрек, да, правильно. Прокачал бэктрек, чтобы, если что, уворачиваться от магических и физических атак. 10%, конечно, маловато, но мало ли, знаете, от бима уклониться дорогого стоит. Итак, в центре у нас тут... Кстати, Луна фармит так же, как и герокоптер. Смотрите, 9 на 6, 9 на 5 абсолютно одинаково. Так, и тут не получилось забрать. И этого, нет, этого 50 мая тут удали за голову крипа. 53, ого, как же везет Даркнессу-то. 53 и 50 это вообще очень нечасто выпадает такая цифра. Обычно там где-то около 40. 44, видите, 40, 44, иногда по 38 бывает. Так, 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 вот Войт, 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 Войт. Ну, Войт в виде все контролирует, да, Бин, дали, почти убили, но есть у него таймволк, есть у него таймволк. А здесь что? Здесь Брюмастера загнали туда под вышку второго. Ну, у Брюмастера, конечно, дела похуже. Ну, тут все-таки трипла стоит. Трипле может быть легче, там и добивать, да, знаете, все делать. Так, Туки. Туки в пингут. На него Туки типа возвращайся, крипы погибнут. А вот, вот, знаете, Туки, что делает-то? Ну, и все, это будет Сверсбат, наверное. Нет, 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 отгоняют, отгоняют, отгоняют. Там повезло, конечно, Туки, чтобы подошли саппорты. Так бы, ну, ошибся, ошибся тут. Явно был этот выход лишний. Ну, точнее, не то, чтобы лишний, просто поздно вернулся. То есть, пинговал ему Док, что, дружище, кончаются крипы, давай назад, еще что-то стоит, сейчас Саверк на тебе сагрится. Еще и, видите, поп-стайл не растерялся, стан дал. Ну, точнее, не стан, а замедление. Короче, чуть не забрали. Чуть не забрали Туки. Ну, надо как-то быть поаккуратнее. Четвертый левел у Брюмастера. Ну, кстати, у Брюмастера сейчас теперь тоже все хорошо. Держали, сдержались, а потом прорвало перфектов, и они упустили лайн. Ну, вот сейчас Док подходит, да, вперед. Бутылочка Меледикт у него есть. Ну, может быть, буду ресторажен еще взять. Так, смотрите, что у нас здесь? У нас здесь Смог. Смог с кентавром-захватчиком. И... Ну, вот не спустился Даркнесс, можно сейчас выходить, или даже кого-то там руну и невизибилити забрать. Вот, выходит кентавер, ну, поздно... А, есть, успели, замедлили. Ветра, 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 ветра подняли, сали, сож, дали, все, в него вдали, не стан, дали. Боже, как фокусят этого Даркнесса, то Даркнесс бросил свои, там, топоры и бежит. И бежит, и бежит, и выживает. Сейчас надо срочно скушать, срочно скушать. Скушал. Инвокер Санстрайк. Нет Санстрайка, потому что есть ветра. Ну, естественно. Да, Даркнесс выжил, но выход был неплохой. Выход был отличный. Все, дали, все по тайминку, там, взлетало. Вот Даркнесс сейчас понимает, что чуть его не приняли. Проел все, что комок. Брасер у него, бутсов спид, ну, неплохо, неплохо. 17 на 15, боже, 6 на 3 инвокер, вот это, вот это Даркнесс фармит. А дэмидж этого инвокера, посмотрите, сколько? Столько же, ну, чуть меньше, на 10 меньше, ладно, но все равно инвокер-то... Как так, инвокер, конечно, Стив, ну, тут явно похуже играет, как-то, как-то, причем, в 3 раза примерно, если посмотреть на 1, ну, добил 15, понимаете, 5, левел инвокер, здесь 6 уже, уже стоит, в спину будет, бюремастер, заходите, спину, 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 но спалился. Мультик X. MLTX, мультик, оп, как-то, попстал, ты че стоял-то там? Че ж ты стоял-то, ну, ладно, все равно, хотя бы... Заставил потратить ману мультика, и... Ну, мультик без маны. Но, оверкил фармит, вот так вот, бим получает, фармит как-то... 14 на 1, это не 21 на 8, но все-таки он сложный, стоит, и луна там не дает ему нормально себя чувствовать. Скаймак пришел вместе с Ченом попробовать забрать оверкила, но, в принципе, это им сейчас может и удастся даже, потому что гораздо меньше у него хп, чем ему хотелось. А вот он ферст бат, тролль, варлот, забрал нокера, ну, я почему-то в этом и не сомневаюсь. И, если честно... И, если честно, это было ожидаемо, но он как-то не очень хорошо себя чувствовал, Стив в центре, и было видно, что он проигрывает как-то, и вот все-таки проиграл Даркнессу. Девятьсот пятьдесят монет-то, а, у Даркнесса? Ну, вот эта луна тоже, С4, как-то непонятно, видите, играет, то ли он пушит, то ли он не пушит. Если пушит, так пушьте уже пушьте, чтобы там хотя бы тавер бить, понимаете, этот тавер тут чуть-чуть сковырнули его, и все. Вот здесь вот пушат, понимаете, подошли с крипами, там, начинают бить тавер, там, пятьсот хп уже у тавера. И брюмастеры, кстати, забрались, слушайте, да что ж такое? Как-то не успевая за перфектами, слишком уж они перфектно играют, ну, видите, честь им, значит, и хвала. Посмотрим, что будет дальше, потому что SG, я не думаю, что намерены сдаваться, в принципе, не для этого, они там восемь минут играли игру перед этим, чтобы так вот просто взять и не поиграться, не победить, не попытаться хотя бы победить. Попстал, да, он понимает, что нет, у него шестого, все у него плохо, но шестой он скоро получит, скоро получит. И вот тогда он может выйти куда-то и попробовать как-то что-то, бим, ну, вот, кстати, увернулся, по-моему, от бима, да, увернулся, от стана не уворачивается там вроде бы, но от урона получилось увернуться. Кстати, руна невидима, сейчас до сих пор здесь стоит, вот, ой-ой-ой-ой, Стив, ой, Стив, беги отсюда, Стив, Стив, дружище. И Стив не видит, что-то у Шамана, что-то у Шамана, что-то у Шамана подходит, что-то у Шамана хексует его, ой, и теперь еще будет Шекл, Шекл, где тролль варлор, тролль, где ж ты, варлор-то, вот, как это поздно, тролль, вот, а каски полетели, он, Вокер ушел вниз, вон, вниз ушел, нормально. И что-то у Шамана забрали, отлично, 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 2 на 1, погнали за Даркнессом, ну, тут Даркнесс сам виноват, ой, как же далеко, 1600 рейнджей, замедлили Даркнесс, и док, а то что-то он будет заменять, это Сайленс, хорошо, ой, док, 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 минус, минус док, ну, вот так вот, во всем, кстати, Даркнесс виноват, если честно, потому что долго он там думал, что-то у Шамана-то заходил, то все же было видно, как-то он, ну, то есть, он, может быть, боялся спугнуть инвокера, это да, то есть, типа, если бы он активно пошел на инвокера сюда вперед, то инвокер бы убежал бы за Тавр, тогда Шаман бы его не забрал, но увидели там, что там Шаман Хекс дал, а Хекс действует 1,25 секунды, а потом еще и Шелкл, только потом аж добежал, потом аж добежал, Даркнесс, ну, я не знаю, 2 на 2, кстати, счет, счет сравнялся, Пап Стайл, пожалуйста, 6-й левел, Войдецкий, 7-й левел, Глаз оф Хейст, ну, если ты стоишь сложный, то я не думаю, конечно, что ты будешь Медас собирать, но какой-то, типа, Мэйл Шторм, видимо, ну, может, ПТ, как бы, ИПТ, можно так, пауза, ВИЧ Доктор Док Икс ставит паузу, пишет Иус, Иус, что-то случилось, Иус, инвокер, так, а что инвокер, такая интересная тут анимация, это он, типа, ТП, на ТП прилетел, такое просто божественное сияние над ним, или он на ТП улетает, нет, судя по тому, как быстрая регенерация, ну, такая регенерация от фонтана, наверное, должна быть, то есть он все-таки прилетел сюда только что, только что прилетел, ну, посмотрим сейчас, 59 плюс 24, ну, фейзы, да, фейзы нужны, конечно, инвокерам, они медленно очень бегают, плюс еще дамаг им дают, и все прекрасно, скорость передвижения увеличена на 4%, понимаете, на 4%, это учитывая, что 3, 3 руны, ну, то есть 4, 4, 4, 12, и тут всего лишь 369, так, прилетел англокер, все-таки 422 с фейзами, с прошлыми, ну, вот тут хоста есть, тут хоста 5, 2, 2 дает, тоже неплохо, вроде бы, и на хосте мультик что-то, опять придумает что-то, ну, он первый раз в инведи заходил, не получилось, так, не совсем боится док, потому что есть у него каски, это понятно, и рисуют, кто-то рисует, вот, что давайте как-то заходите, обходите, что-то делайте, на хосте, давай, забегай, 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 забегай в луну, ой, купол, отлично, раз удар, два удар, три удары, четыре, все надо, шум, хекс, отлично, 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 шейкл и шейкл держит на 4, ультимат, даже если рассказывать, не получится, ну, что, сделай, да, и забрали, забрали, ну, варкил молодец, среагировали, так, здесь каски, хорошо, каска летает, отменил клэп, что ли, круто, вот это, я понимаю, микроконтроль, да, отменить клэп, потому что он даже анимат, ну, не анимация, а аудиофайл проигрался, я сказал, дарю мастер, но, как бы, типа, успел нажать отмена, вот так вот, три на два, кстати, девятая минута игры, графики вот такие, ну, кстати, одинаковые графики по опыту, по золоту, и они говорят о том, что команда Perfect чуть-чуть впереди, немного, не насильно, но все-таки впереди, С4 вернулся сюда, бим сразу же, ну, правильно, перелетел, бим в лицо, и войт, а войт, видите, забоялся, забоялся, думал, ай-яй-яй-яй, туки закрепили, туки-туки-туки-туки, ну, может быть, ультимат, когда дать там на развороте, чтобы подраться, чтобы другие прилетели, но не дал, не дал, но надо было, может быть, кулдаун как-то вот сюда насыпать, ну, развернуться и спустить кулдаун, и типа там был потом док, и раз-то, что придумали, что-то бы сделали, хотя, может быть, и не сделали, ох, замедлили, хорошо, док, 212 мувспида, полетел, сейчас еще догонит, клэп даст, каски, ах, не успел, не успел, да, конечно же, док отдается здесь, надо было раньше давать до того, как Сайленд долетел, сразу же каску бросать, тогда бы, может быть, выжил, но слишком поздно это понял, и 3 в 4 уже становится счет, пока с рунами мультик увезло, мультик там что-то делал, но сейчас с рунами пока не везет, потому что, во-первых, руна регенерации, во-вторых, не ему она достается, а панда уже вот таким вот сапогом неплохим, аркановым, так, оверкил, ну, просто собрал Глазов Хейст, не знаю, что с ним делать, но решил в МОМ, наверное, выходить, 1, 2, 3, 4, ух ты, добил дэмэджа много у Вайда, кстати, да, вот такой, такой из героев, у которого, так, 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 ладно, оставим это в покое, потому что, ну, Туки, 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 живет, и живет, как же долго, он живет-то, и тут еще одна, еще одна, все-таки, Туки забрали, и тут остаться, смотри, попставил, не может тут ничего сделать, но он жив, он отпивается, и, и увидели его, каска полетела, прыгнула, тут замедлили его, Меледикта тоже в него, он бежит, он спасается, он хочет уйти отсюда, ну, куда же ты уйдешь, когда тролль-варлор у тебя на хвосте-то, тролль-варлор на хвосте, и 3 в 1, получается, размен, Геркоптера отдали, но был он не так важен, а Войт был прогнан, видимо, хроносферу он ставил на Луну, да, видите, оба биты, оба использовали ультимейты, но хроносфера быстрее перезаряжается, чем ультимейт Луны, и Луна тоже с Марбит Маской, тоже, может быть, Мом какой-то, так, пошел, пошел ультимейт Даркнесса, и пошла вышка падать, чем быстро вышка упала, ну, тролль-варлор, да, такая штука, не самый привычный, может быть, пик, не самый привычный персонаж, но, как бы там ни было, он очень-очень-очень опасен, потому что, если он кого-то зацепит, если начнет он кого-то бить, то сложно уже потом, как бы, от него, ну, сложно уже отойти, увернуться, как-то убежать от него, потому что баш, 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 постоянно баши, а скорость-то бития увеличивается с каждым следующим ударом пассивно у Даркнесса, ну, у тролля-варлорда, и поэтому там просто не успеваете выходить из этих башей, которые он дает, дает, дает и продолжает давать их, и просто вы не знаете, что с ним делать, просто вы в шоке. Так, вот они, вот они варды, и вот он пуш, так, ну, здесь, конечно, пуш гораздо посильнее будет, благодаря троллю-варлорду, видите, он еще и как-то разрушил тавер, а, он копиями, смотрите, как же, как же интересно это все получилось, а убежали, чтобы вернуться от ЕМП сюда, а копии, а копии остались бить, и копии победили, копии победили, а вот он, вот он, пожалуйста, Владимир на тролля, ну, не знаю, честно говоря, я за тролля никогда не играл, нет у меня, наверное, если бы у меня спросили совета, вдруг бы захотели бы взять моего совета, что он за тролля собирать, я бы сказал, башер, вот это единственное, наверное, что я знаю про тролля. Ох, 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 С4, ну как же так, прилетела Меледикта, и все, и кулдаун-то залетела, и, ну, С4, С4, наверное, думал, что у Вайда кулдаун на ультимейте такой же, как и у него. Так вот, нет, друзья мои, у Фейслес Вайда кулдаун 120 секунд на первом левеле, а у Луны на первом левеле 160. Даже на третьем левеле ульты у Луны кулдаун больше, чем у Вайда на первом. А у Вайда, понимаете, и без агонима там нормально кулдаун 80 секунд на третьем левеле, варенте 80 секунд, вот так вот. Так, замедлил Савуха, замедлил Кентавра, и Даркнесс, 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 убивает крипов. Даркнесс, повелитель крипов, так бы мы. Ой, 71, ну, нет, 71 это маловато, на самом деле, за телегу. 41, 43, сколько за этого дают? 52, нормально. Ну, я вот заметил, кстати, по опыту, что за рейнджовых крипов больше почему-то золона дают. Хотя, ну, могут из-за милишного много дать, но вот почему-то как-то вот 50, когда выпадает, то в основном это вот за тех, которые рейнджовые. Кстати, вот гирокоптер сразу же себе БКБ решил нафармить, но оно и понятно почему. Тут, как бы, любят маги Скаймаг и Инбокер поплевать, понимаете, и Луна еще со своим Эклипсом тоже. Поэтому, например, войдут, а это может быть не сильно опасно, потому что у него как бы хроносфера, да, она как роль БКБ выполняет. Хроносферу поставил, подрался и убежал там, если что. А вот у гирокоптера нет такой возможности. Ну, 7 на 5, 14 минут игры прошло и графики еще больше выросли, еще больше в сторону одной из команд. И эта команда перфект. Правда, по опыту не так сильно, и, ну, там на самом деле по зол, тут они, ну, как 7,5, тут 2 тысячи, в принципе, нормально. Ну, а Тролль Вардлорд, понимаете, продолжает ставить в центре, продолжает получать экспо, продолжает больше всех Денайте убивать 31 за Денайон и Крип. Это просто... Тут, 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 что, тут Инвокер убил практически столько же, понимаете, 44 он убил, тут за Денайон 31. Ну, это, это просто чудовищно, как-то, чудовищно круто. Ну, видимо, Даркнесс как-то, как-то, ах, 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 а вот Даркнесс это словили, и, по-другому поставили, еще падает, а тут немножко мимо, немножко мимо, и тут такой защитный, вот, док давал ультимейт, ну, окей, окей. Пап Стайл, тут не знает, что ему делать, потому что тут уже Гирокоптер прилетел, ну, и Луна, правда, пришла. А, ну, тут, понимаете, если Вайда нет, а Вайда нет, то можно назвать сражение. Хорошо, 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 сплит, повернулся от касок, калдаун, хорошо, он, ну, надо подниматься за... И ультимейт, Луна, раскастовывает, Эклипс, летает там в ветрах, ай, неудачный Эклипс, неудачный Эклипс, и тут Гирокоптер, ах, что ж ты будешь делать? Вот, иди, сейчас живой, сейчас на себя байзит, всех, вот, шутков был, хроносфера, хроносфера, и 4, минус на 4. И варды стоят, варды стоят, бьют они Стива, боже мой, Вайд, и все, минус 3 погибли. Гирокоптер, все-таки, еще забрал, там, Брюмастера, не погиб сам, не погиб сам, и оверкил, видите, стоял, стоял в сложной, там, типа, терпел, терпел, ну, уже 11 левел, уже Мом, понимаете, под хроносферой просто всех убивает, всех убивает, а Савух здесь с Ченом, ну, не знаю, чем заняться. Потому что тут, так, ох, как, как эти каски, боже, так, такие, эти каски, сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, вот это, да, вот это полет, такой рандом, конечно, на рандомере только, что каски, как прям ультимейт Джаггернау, там, у меня иногда такое бывает. Опять, он не хочет отпускать этих Савухов, ну, правильно, тут надо бы, надо бы их забрать, деньги, денег так много, вот, ай-яй-яй, 40 хп осталось, 40 хп, хотел очень долго забрать, но, но не получилось, если бы еще Меледикт работал на крипов, но не работает он на крипов, к сожалению. Дополнительный урон 32. Да, Рошана бьют, Рошана, кстати, бьет, и, в общем-то, может быть, даже Трулю Варлорду отдать этот, а Егис, ну, видите, Рошан просто не может выйти из стана, постоянно на нем эти станы. Ну, а тут через 30 секунд будет очередной файт, вот, самое главное, вот, когда у вас какие-то массы ульты, то драться по кулдауну этих самых ультимейтам, потому что, если вы не деретесь по кулдауну, то просто у вас массы ульты простаивает. Зачем тогда, получается, брали этих героев, чтобы один файт делать, тогда вы, вот, прыгнул, хорошо, и сразу же бьют, и от 4 ничего, смотрите, как же он замедлен-то, как же он забашен-то, как же он захиксен-то, как же он убит! М-да, вот так вот, вот так вот, агрессивно, конечно, играют перфекты, не дают просто продохнуть своим оппонентам, тут отбрасывается. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй, зацепили, 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 ветра, хорошо, 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 ну, арт, ой, арт, просто, такие куски его этот, отрывает просто. А на самом деле, что у него там на демэдж там было? Ничего, ну, Владимир только был, и то не свой. Даркнесс, 100 демэджа, но это хватило, этого хватило, скамагу, он выкупится, ну, 700 хп, конечно, у него было маловато. И варды стоят. Ну, вот, видите, вот мой совет исполняет, то есть, как только есть у него ультимейт, сразу же он кого-то его ставит. Может быть, он не будет его ставить, только в том случае, если просто маны на него не будет хватать. Ну, а так, пока все хватает, то хорошо, так, ну, вот ультимейт пошел Даркнесса, просто пушечка сгорает в секунду и погибает. Длительная 7 секунд, доп. скорость атаки 120, вот так вот. Вот, да, говорит, надо порегениться, ребят, что мало всего, и тем более мэлэшторм я порекуплю, чтобы Куру не гонять туда-сюда обратно. Кстати, у Даркнесса до сих пор Аегис, как бы там ни было, и один единственный тавер остался у команды SG. Вот он. Внешний тавер, естественно, тут товара стоят. Они даже еще не хотят, смотрите, это распечатывали, 100 хп ровно сняли, как так интересно. Тут, естественно, ничего не сняли, пауза опять просит Док Икс. Док на Вич Докторе, что что Док? Док Икс, а, Док Икс, наверное, это же этот, это вот этот Доктор типа из Людей Икс, помните этот, который типа на колясочке ездит? Хотя он же не Док, он как-то по-другому его зовут. Ну, ладно, как бы там ни было, как бы там ни было, Вич Доктор в игре присутствует, и присутствует довольно неплохой Вич Доктор, потому что 2-3-2. У него статистика практически как у гирокоптера, у гирокоптера 2-2-6. Так что, в порядке, ну, тут, наверное, конечно, рулит, рулит безбожно, потому что 5-0 у него, ой, хорошо, ой, хорошо, ДД вовремя пала, сейчас еще этого заберут, и новый стак крипов будет, и ДДшечка еще не спадет, или спадет, все-таки нет, скорее всего, ДД уже не будет, но зато будет новый стак крипов. Да, а вот, друзья мои, имеет ультимейт, имеет ультимейт, вот с ультимейтом, и чем, знаете, что делать, чем Татьяна, Татьяна, Татьяна стоит здесь, охраняет Т-3-Т-В-Р. Ну, правильно, на самом деле, делает Татьяна, потому что там, мало ли, куда придет, надо его будет останавливать, этого нахала, который придет. Ну, Скайома, конечно, сейчас вот совершил просто чудовищную ошибку, тем, что туда пошел, потому что сейчас вольт просто влетит, а вот даже, даже мультик летает, и... Вы, в общем, вы все увидели, да? Unstoppable Overkill, вот так вот. И заходит, заходит, а ульта он не тратен, не тратен, не тратен, сейчас же появился, вольта, нет, 3 секунды, 3 секунды, ну, вовремя, 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 ульт, ну, все разбежались. Ну, а ворды, ну, все-таки полетело, и ультимейт все-таки пригодился, оверкил, а тут хорошо, ветра бросил, войдет, 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 хотя бы войдет, сплит успел дать. Чен, Олхилл, да, ну, поздновато, ну, тут все уже разбегаются, за кем, за мерком, побежали, включил, тут регенерацию, Вич-доктор, Вич-доктор просто вылечивает Мексо, камень полетел Вич-доктора, и Вич-доктор отдается. Не отдается, это живой, еще один все-таки погиб. Так, ну, что, осталась одна панда, как бы ее забрать-то, камень полетел бы, КБ, ну, бей, панда, разворот, и туда ты бежишь, надо панды половить, надо было панду, и вытяните, тут Чен пришел, наконец-то сражается с Даркнессом, у Даркнесса-то еще есть Аегис-то, вот, что Даркнесс делает, говорит, что просто сейчас всех не отпущу, вот он, вот он, вот он, вот он прилетел сюда, мультик, окей, 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 Даркнесс просто крипов разбирает, окей, куда ж, куда ж ты попстал, да там же Даркнесс с башем-то, выбили Аегис. Тролль говорит, что у троллей всегда, последнее слово, именно за троллем, тут обрабатывают, что-то у шамана эти, просто с ОМОН, их целая куча, и у них много ХП, замедляет, да, надо забрать их всех, так, Луна Бимом отгоняет, говорит, нет, 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 ОМОНов не трожь, но Вич-Доктор уже готов сражаться, а вот все-таки погиб, да, 6-1, не статистика, но, статистика, 6-1, как ты это сказал, А вот смотрите, пока будет, туда бежит до На Войса, когда ноль Войса, что такое ноль Войса, я не понял, честно говоря Я не понял, что такое ноль Войса, то есть, когда нету связи в стиме, ну, в смысле, ну, вы поняли, да, в скайпе, вот это что, ну, есть другие же программы Ну, троллить, троллить начинают игроки, конечно, типа Шутник, Татьяна говорит, ты шутник, я только что своими самонами чуть всех вас не забрал, так, кстати, вот у Войда уже есть ультимейт И пойдут на последний тавер, на последний тавер, пойдут 22 минуты игры прошло, но графики, вы понимаете, да, что они неустанно стремятся вверх, вверх, причем вверх, вот именно вверх С4, конечно, не так фармить, как бы ему хотелось 101 на 19, тут у Войда воседеет на 2, но у Войда шмотки-то покруче Намного покруче, его пушит, пушит, пушит Аганим решил себя собрать Ну, как бы, ок Тут что, тут чекали Рошана, есть там он или нет, ну, вроде бы, как еще нет Рошана Ох, купол-то, купол, по С4, опять на С4 тут не выживает, и тут, конечно, Расказ дает Скаймаг, но и Скаймаг, и кого, и Войда тоже не спасает, и вот он дактон заходит, и ультимейт, и джиджи И джиджи тут вот так вот, ну, С4, когда его убили, он понял, что тут уже не спастись, что не сделаешь, да, сплит дал панда, но падает Радиент, Радиент падает, друзья мои Ну что ж, в общем-то, Перфекты побеждают на этом фасткапе, с чем мы их и поздравляем